В единой диспетчерской службе ЖКХ Люберец побывали представители общественного контроля, депутат Московской области Игорь Каханы и жители округа. Гости посмотрели, как ведется работа с обращениями граждан и узнали, за какой помощью чаще всего обращаются в коммунальные службы. Продолжим тему в сюжете. Единая диспетчерская, оператор Яна, здравствуйте. Ваша заявка принята, передается в управляющую компанию. В единой диспетчерской службе ЖКХ городского округа Люберцы телефонные звонки раздаются один за другим. Это не аврал. Нормальный режим работы, рассказывает гостям генеральный директор ЛГЖТ Мамед Азизов. Именно по его идее в 2017 году ЕДС появилась сначала в тресте, а затем стала единой на весь округ. Сегодня все управляющие компании имеют с нами договор. Самое главное, жителям удобно, понимаете? А вот задвоение ЕДС округа и вот эта служба, или как люди понимают, куда? Все заявки, которые поступают в единодиспетчерскую дежурную службу 112, они у нас с интеграцией, они 100% попадают сразу в нашу систему. Сразу к нам, да. Каждую неделю операторы принимают не менее 5000 обращений. Летом чаще всего жители оставляют заявки на сантехнические, электромонтажные работы, жалуются на то, что не горят уличные фонари, или во дворе не убран мусор. Как только начинаются дожди, шквал звонков по поводу текущей кровли и больших луж. Но самое главное, каждое обращение операторы в течение двух-трех минут передают для исполнения в управляющей компании. А потом перезванивают адресату и выясняют, решена ли проблема. Для меня это, по большому счету, основной источник информации. Чтобы понимать, в какой управляющей компании какие пробелы, где какие недоработки есть, чтобы предметно вести диалоги с руководителями управляющей компании. Депутат Московской областной думы Игорь Каханый вопросами о работе диспетчерской службы не ограничился. Попробовал себя в роли оператора. Первый же звонок – вопрос не столько к коммунальным службам, сколько к народному избраннику. Жители жалуются – соседство с магазином не дает спокойно жить. Я уже принял ваш звонок. Я, наверное, лично отработаю его. И обращусь в Госабдегнадзор, чтобы они вышли с проверкой в этот магазин и обязали его, во всяком случае, в ночное время соблюдать закон о тишине. Жители-активисты, которые вместе с депутатом пришли в единую диспетчерскую службу, звонки не принимали. Но было дело – сами обращались сюда за помощью. Я вечером обращалась, не было света, причину. Девочки узнали, диспетчеры узнали, какая причина. Сказали, через сколько будет свет. Потом перезвонили, узнали, появился свет или нет. Понимаете, вот какая связь великолепная. Мы пообщались с жителями, жители довольны. Мы пообщались с нашим лидером Люберецким подмосковной ассоциацией, председателем Совета многоквартирных домов, который тоже сказал, насколько стала качественнее работа управляющих организаций, насколько быстрее стали обрабатываться чайные жителей. Отлично, когда такие идеи воплощаются в жизнь, подвели итог представители общественного контроля. И напоследок уточнили – звонки в единую диспетчерскую службу ЖКХ бесплатны? Платить за разговор с оператором Люберчаном не нужно. При этом их звонок оператор примет в любое время суток, подчеркнули руководители службы. И напомнили номера телефонов.